История научно-исследовательского судна «Витязь» Судно «Витязь» — это научно-исследовательское судно, построенное в 1939 году компанией Deutsche Schiff, город Бремен, Германия как Марс, для линии «Нептон-Лайн» в Бремене. Он служил в Криксмарине во время Второй мировой войны и был захвачен Соединенным Королевством в 1945 году. Также он был переименован в «Империя Форд» для Министерства военного транспорта. Судно было передано Советскому Союзу в 1946 году в соответствии с условиями Потсдамского соглашения и переименовано в «Экватор», а затем переименовано в «Адмирал Макаров». В 1949 году он был переименован в «Витязь» и использовался как исследовательское судно. Выведенный на пенсию в 1979 году он был сохранен как корабль-музей в 1982 году. Судно управлялось линией «Нептуна». У него был экипаж из 38 человек и помещение для 12 пассажиров. Он был реквизирован в 1940 году к Варине, но позже в том же году был возвращен на линию «Нептун». В 1942 году он был снова реквизирован и преобразован в госпитальный корабль для использования в военных целях. 13 декабря 1943 года судно было сильно повреждено в результате воздушного налета в Бремене. Он участвовал в эвакуации немецких граждан из Кенигсберга и Пилау. С января по апрель 1945 года он перевез 20 тысяч человек. Судно было вероятно последним крупным кораблем, который покинул Пилау и направился в Копенгаген. На момент регистрации в 1945 году длина корабля составляла 101 метр 50 сантиметров, а ширина 14 метров 50 сантиметров. Он имел глубину 4,7 метров и осадку 5,8 метров. Порт приписки был Бремен. В мае 1945 года судно было захвачено в Копенгагене, Дании. Он был передан Министерству военного транспорта и переименован в Империя Форд. Его порт приписки был изменен на Лондон. Он эксплуатировался под управлением Prince Line Limited. В 1946 году Империя Форд был передан Советскому Союзу в соответствии с условиями Потсдамского соглашения. Он был переименован в Экватор и доставлен в Ленинград. Позже он был переименован в Адмирал Макаров. Он был преобразован в научно-исследовательское судно в 1947-48 годах для Института океанологии Академия наук СССР. С 1949 года в течение 18 лет он был флагманом экспедиционного флота СССР. Работы проводились в Ленинграде, Одессе, Риге и Владивостоке в Советском Союзе, а также в Висмаре, оккупированной союзниками Германии. В ходе переоборудования корабль удлинили и оснастили современными лабораториями и жилыми помещениями. Его размеры были 109 метров в длину, ширина 15 метров и осадка 6 метров. Водоизмещение 5710 тонн. В 1949 году он был переименован в Витязь. Порт приписки судна Витязь имел Владивосток. Сначала исследования велись в Охотском, Японском и Беринговом морях, Укурильских островов, а с 1954 года начались работы в Открытом океане, Тихом и Индийском. До начала 1960-х годов в рейсах судна велись в основном комплексные научные исследования. А затем, когда общая характеристика океана была достаточно проработана, начали проводить тематические экспедиции. Тематические рейсы были биологической, гидрологической, геологической либо геолого-геофизической направленности. Много научных открытий было сделано в геологических рейсах. В 1943 рейсе на Срединно-океанских возвышенностях были открыты скопления фосфоритов нового вида, сильно обогащенные фосфором. 48-й рейс был полностью посвящен исследованию железомарганцевых конкреций в Тихом океане, найдены неизвестные ранее их типы и крупные скопления на склонах подводных гор. 54-й рейс помимо Тихого океана проводился и в Восточный район Индийского океана до Восточно-Индийского хребта. Были обнаружены не только новые виды подводного рельефа, включая 22 горы до 3 км. Но и произведено более 600 снимков дна для последующего изучения. В рамках тектонических работ впервые сделано сейсмическое профилирование у Иванского желоба. Восточно-Индийского хребта, Северо-Австралийской котловины и Западно-Австралийской котловины. Судно «Витязь» совершил 65 рейсов на расстояние 800 тысяч морских миль и выполнив 7 943 научно-географических точек в Мировом океане, в котором выполняются океанографические работы. Получал океанографические данные, пробы, проведение прочих исследований. В августе 1957 года судно «Витязь» измерил глубину Марианской впадины на уровне 11 022 метра. 29 мая 1958 года судно «Витязь» находился в 2000 морских миль к западу от Маршаловых островов. Когда он обнаружил радиоактивность в осадках на уровнях вредных для здоровья человека операцию «Хардтакай». Операция «Хардтакай» представляла собой серию из 35 ядерных испытаний, проведенных Соединенными Штатами с 28 апреля по 18 августа 1958 года на Тихоокеанском полигоне. 7 ноября 1960 года сообщалось, что судно «Витязь» был замечен в Аравийском море трекером «Граммон С-2F-тракер». «Грумон С-2-тракер» — американский палубный противолодочный самолет. Стал первым самолетом ВМФ США, который был оснащен одновременно средствами обнаружения и средствами уничтожения подводных лодок. Военно-морской флот Соединенных Штатов отрицал, что самолет в то время управлял кораблем, но лишь установил его личность. Ученые на борту судна «Витязь» обнаружили 1176 новых видов морских растений и животных. За время работы в качестве исследовательского судна «Витязь» посетил 49 стран и был послом доброй воли Советского Союза. Среди известных людей, которые посетили его, были Жак Кусто и Тур Хюердель. Витязь совершал свое последнее плавание по Европе и 22 апреля 1979 года был выведен на пенсию. Затем он стоял на приколе в реке Приголь. В 1982 году он был сохранен как корабль-музей в Ленинграде. В 1988 году он был переведен на завод «Янтарь» в Калининграде, где он был отремонтирован и перестроен для использования в качестве корабля-музея. В 1994 году судно было переведено в Музей Мирового океана в Калининграде, который был основан в 1990 году. Судно «Витязь» считается крупнейшим сохранившимся исследовательским судном. В 2019 году «Витязь» отметил четырехкратный юбилей, 80-летие спуска на воду, 70-летие выхода в первый научный рейс, 40-летие выхода на пенсию и 25-летие швартовки у музейного причала.